Субтитры предоставил DimaTorzok По традиции начнем обзор с пары евро-доллар. Торговая активность во время европейской сессии снизилась. Это обусловлено ожиданием участниками рынка оглашения результатов голосования членов Монетарного комитета Европейского Центробанка в запуске программы количественного смягчения. Открытая позиция трейдеров указывает на нейтральное настроение рынка. Открытый интерес сократился на 2,5%. Также объемы торгов сократились, потеряв 3,7%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней увеличилась до 143 пунктов, но однонаправленного ценового движения все еще не происходит. Это указывает на неопределенность рынка относительно дальнейших перспектив пары. Открытие торговых позиций до начала пресс-конференции главы ЕЦБ нецелесообразно, так как существует риск аномального увеличения волатильности. Пара фунт-доллар. Во время европейской сессии пара корректировалась против основного тренда, продолжая торги под уровнем сопротивления 1,52 до 0. Открытая позиция трейдеров указывает на преимущество покупателей. Открытый интерес вырос на 1,75%. Объемы торгов также выросли, прибавив 0,85%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней сократилась до 118 пунктов, в то время как средние значения за месяц находятся на уровне 103 пунктов, а за полгода и вовсе 91 пункт. Вход в рынок по тренду актуален, однако с открытием американской торговой сессии может существенно увеличиться волатильность торгов, поэтому целесообразно ограничивать свои риски ордером 100+. Пара австралийский доллар. Доллар США. После импульсивного ослабления в среду австралиец корректируется против основного тренда, но общее настроение остается нейтральным, так как пара продолжает консолидироваться в пределах достаточно широкого боковика 0,8040-0,8250. Открытая позиция трейдеров указывает на преимущества покупателей, открытый интерес вырос на 4%. Также и объемы торгов увеличились, прибавив немногим более 10%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней в очередной раз превысила отметку в 100 пунктов, при том, что среднее значение за месяц и полгода находится на уровне 75 пунктов. Это указывает на потенциал снижения волатильности. Открытие коротких позиций по данной паре актуально, но риски развития более глубокой коррекции остаются высокими. Перейдем к событиям, которые способны отразиться на динамике торгов. Трейдерам, которые отдают предпочтение торговли во время американской торговой сессии, необходимо обратить внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ и публикацию отчета по изменению количества обращений за пособием по безработице. Также напомню, что главным вопросом пресс-конференции Европейского Центробанка является запуск программы монетарного стимулирования экономики региона, поэтому увеличивается риск роста волатильности торгов основной валютной пары. Благодарю за внимание. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин